водичка такая голубая контроль водки страна которую я совсем не упоминал до этого но у меня я блогер мне очень нравится почему-то классно все хочется жить всем доброе утро сегодня мы хотим поехать на снорклинг на пляж где мы еще не были и он довольно далеко от нас я забыла как он называется здесь появится сейчас плашка в общем его нам советовали ребята что там классно снорклить и мы вот хотим это собственно проверить и познакомиться с новым пляжем добрались Мы видим, что много скал, а значит смотрим. Довольно людно. Мы на первый заплыв. Мы хотим вот туда отправиться. Так, ну что ж, по моим вмятинам было понятно, что мы только сделали заплыв. Сколько ставим, Зай? У меня десятибалльная система оценки. Восемь. Восемь, где Египет — это десять, да? Да. Ну да, согласна. Короче, восьмерку очень интересно, потому что много всяких рыбок, много кораллов прикольных. Прям видно, что они живут, там как-то сокращаются. Вот, ежи. Поэтому прикольно и хорошие локации, и под скалами прям вообще много живностей. Решили сходить на разведку, а ещё хотим поехать на Каякин. Здесь тоже есть такая опция. Мне кажется, это должно быть интересно. Красота. 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 Водичка такая голубая. Мария. Ваас. Мы ещё по очереди снорклим. Вода просто капец. И здесь очень красивые кораллы, там у берега таких нет. Так, погребаем. Я тут на страже, все-таки контроль лодки. Ой, красота. Все, мы высиделись на берегу. Что ж, наверное, это вообще один из лучших снофингов, который был, потому что в этой точке очень красивое дно, вот эта вся живность. Описывать это смысла нет, потому что это надо видеть и смотреть, и вот оно все это погружается, чувствует на себе, но, блин, очень классное место, там все паркуют свои каяки. Мы тоже в итоге нашли потом, куда его привязать и вместе плавали. Вот, поэтому, конечно, первый раз, когда я пожалела, что у меня нет какой-то камеры или чехла, который бы гарантированно позволил там поснимать под водой, потому что это хочется прям показывать. Какие-то морские звезды, ежи, рыбы какими-то стаями. Ну, короче, вообще очень круто. Я подумала, что из этого следует такой совет, лайфхак. Как можно себе подарить классные впечатления, не привязываясь какой-то, во-первых, массовой экскурсии, во-вторых, дорогой, потому что все эти поездки на снорклинг в виде экскурсии, удовольствие там от 2000 бат. Вот, приехать на какой-нибудь остров, где есть снорклинг, это можно погуглить, например, на этот, и дальше уже своим ходом уплыть куда-то к скалам, вот там типа каяк, сап, в общем-то, неважно. Это все сильно дешевле, чем какая-то полноценная лодка, и там уже смотреть, снорклить, в общем, не переплачивая. Ой, как близко! Мы неожиданно выходим на вечерний променад, который не планировали, потому что нам написали ребята, с которыми познакомились вчера на бордеране, и предложили встретиться. Вот, выходим. Думаю, что снимать не буду, потому что все-таки мы только познакомимся, мало ли это ребят напряжет. В общем, думаю, на сегодня вообще закончу верующим вам завтра. Привет всем! Сегодня я иду осуществлять подарок, который мне тоже сделали мои друзья, подарили мне сертификат в спа. Офигительный, судя по всему, просто суперский. У меня трехчасовая программа, я очень его жду и тоже хочу поснимать. Прачка, которую мы нашли, которую продолжаем пользоваться, это вот эти машины, которые стоят на улице, и стоит стирка 30 бат. Мне важно, сколько килограмм. Все заняты, блин, нехорошо. Ладно, оставим здесь вещи и пойдем на рынок пока что. А вообще, все вот так оплачиваешь, стираешь, забираешь, все очень удобно. Это мои непожидки. Мы с вами остановились на том, что я спойлерную программу дальнейшего дня. Иду к такси, еду на массаж. Предвкушаю, что сказать. Надеюсь, будет классно. У меня стали приодеться в такой комнатке. Не знаю, это. Так выглядит человек, которого два часа просто отправляли в рай. В общем, меня тут вот только что мяли и скрабировали. Это потрясающе. Не знаю, как это описать. Так, друзья, теперь меня привели сюда и сказали, что я могу здесь находиться час, купаться, видимо, и салон. В общем, я немножечко затестила. В общем, здесь очень горячая, приятная вода. И она белая, потому что, когда я пришла только в спа, у меня спросили, в какой воде я хочу потом быть. И я выбрала сама. У нее какой-то есть эффект. Если честно, я не забываю. Ну, в общем, that's my choice. Здесь такая со льдом и с водичкой бычонок. В общем, здесь, видимо, все для душа. Здесь такая зона, чтобы привести себя потом в порядок. В общем, я в шоке. Это супер. Ой, я трясилась немножко. Почему? Да. Кайф. Пошла обратно откисать в свой бассейн. Кстати, я потом уже увидела всякие правила и поняла, что я все сделала неправильно. Потому что сначала надо было помыться, потом надо было себя пообливать горячей водой, где-то и только, короче, третьим шагом, да, вот, залезть в панну и париться. И там уже дальше какие-то махинации делать. А я затупила. Но я все наверстала. Я положила себе полотенечко на голову. Я постаралась соблюсти все, все в школы. Все. Моя программка подошла к концу. 10 из 10. Кажется, я это уже говорила. Но, блин, вообще очень, очень приятно, очень релакс, очень классно все. Хочется жить теперь так, чтобы позволять себе такие походы как можно чаще. Всем доброе утро. Мы, короче, старались поехать посмотреть на новый пляж. Но погодка сомнительная. Вот, думаем, как быть. Думаем все-таки поехать, на самом деле. Возможно, это дождь. Или это вообще не дождь, это тучи спустились. Ну, короче, что нас минует, либо он быстро пройдет, как это здесь бывает. Поэтому, наверное, все-таки поедем. Мне очень нравится почему-то. Немножко сумбурный, получается, влог. И я так врываюсь моментом. Мы пришли на пляж на Камалу. И, короче, случилась история, которая решила, что хочу поделиться во влоге, как такая, другая, что ли, обратная какая-то сторона, по которой я совсем не упоминала до этого. Короче, мы сейчас с Стёпой шли на пляж. И проходим мимо парковки. И видим, как двое мужиков, кажется, мы поняли уже сразу, что они русские, очень пьяные и садятся на байк. Ну, то есть, и мы вот их видим, что они уже все выезжают с парковки. И они еле шевелят языками. И я напрягаюсь, скажу, блин, куда же они садятся на байк в таком состоянии. Мы еще со Стёпой так отходим максимально в сторонку. Ну, какой-то первый инстинкт самосохранения, подальше дойти от такого. Вот, они выезжают, приходят сто метров, они скрываются за поворотом, и мы слышим звук аварии, что они врезаются. И, короче, мы прибежали к ним. Они... Все с ними как бы в порядке, в базовом смысле, что они там живы и все хорошо. Но они лежат, у них там течет кровь. Прибежала куча тайцев. Их пытаются поднять, помочь. Ну, короче, вызывают там скорую, полицию. Это очень, конечно, грустно наблюдать и грустно это все видеть, потому что... Ну, во-первых, стыдно за то, что это представители нашей страны. Про то, что у них совершенно ноль каких-то стоперов. Один из них там пьяный, мы услышали, сказал, что, типа, ну, конечно, там бухать до пяти утра. То есть это чуваки бухали всю ночь. Потом сели на байки в жару. Уже было 11 часов, это уже жара 30 градусов. Решили, что они в состоянии на них поехать. Ну, то есть это ноль какой-то вообще адекватности, ответственности, чего-либо вообще вразумительного. И когда им начали помогать, там, не знаю, дети прибежали, какие-то зонтики над ними держат. Они просто матерились, типа, как мы все достали. И у них очень пьяные, наглые рожи неприятные. В общем, это какое-то психологически очень яркое впечатление. Очень грустно и очень стыдно. Не хочется, чтобы так было, конечно же. Не знаю, мне кажется, не стоит здесь какие-то моральные выводы делать. Все и все понимают. Но, в общем, ужасно, что так. Призываю беречь себя, быть по себе внимательными, быть ответственными за себя и за свою жизнь, за жизнь других окружающих людей. Вот так. Вот так. Спасибо.